Девушки отдыхают Ага, пои без правил, революционеры А что? Между прочим... Оставляем комментарии Что ж ты, это, вьёшься Над моею головой Ты не Майкл и не Тайсон Чёрный Бэтмен я не твой О, какие певцы Анка Не хотела говорить, но... Ты, братанка, не крути Хочешь сказать, говори Ведёте вы себя, как пьяные кубчики Как кубчишки? Мы есть... Пьяные что? Мы есть герои революции Но на запасном пути В коротких перерывах между боями... Сколько же они пиво попили? Ага, пои без правил Революционеры А что? Между прочим, пиво Сильнейший фактор революционной борьбы Про пивной путь слыхала? То-то Ого Вот Пивной путь Мы этот самый путь готовим В мировом масштабе Тогда как? Тогда мир содрогнётся Это мы можем Василий Иванович А во вселенском масштабе Сможем? Вряд ли Упомянутый тобой Петька масштаб Требует соответствующего количества пива А ты только что последнее вылокал Вот и выходит, Анка Что несознательный ты боец Я-то тут при чём? Какой первый закон революционного путчизма? Какой? Сам погибай, а товарищу наливай Может, ещё и за пивом сбегать прикажете? И прикажем Мы тут с Петькой ещё Для себя стараемся Да Мы тут, не щадя жизни, за революцию пучимся В то время как в наших рядах на почве несознательности некоторых бойцов Буйным цветом возревает махровый нарыв, саботажа и дезертирство Я как командир считаю нужным Ладно Уговорили Я всю жизнь с буржуями и интервентами беспощадно боролся И пиво их буржуйское уничтожал и уничтожать буду Вот это я понимаю, борьба Тебе, Петька, тоже буржуйская? Да уж не мочаковская Гёссир волоки И помни, Анка, заповедь Суворова Быстрота и натиск Бабушка моя любила говаривать Вдвойне даёт тот, кто даёт быстро Мудрейшая была женщина Да Не успеют ваши памперсы высохнуть, как я уже вернусь Подписываемся, друзья, жмём на колокольчик Оставляем комментарии и делимся с друзьями обязательно Петька, а куда это она пошла? Вестима куда, Василий Иванович? За пивом Так мы ж, Петька, завсегда за пивом направо ходили А она налево Вот так Дверью ошиблась Как думаешь, Василий Иванович? Детская болезнь левизны, Петька И вообще, бабы любят ходить налево Левак укрепляет брак Однако бабушка моя говаривала Направо пойдёшь, коня потеряешь А налево пойдёшь, себя потеряешь Правильно Мудрая была женщина Лучше дома сидеть Пусть ходят кому надо Вот Наупа вам Друзья Ух ты А тут она ошибанулась Так А куда меня занесло? Что это за дыра? Разберёмся Разберёмся Ну, она вообще классная, конечно Ахитектура Да, домик-то довольно старой архитектуры Говорят, ещё при царе Горохе был такой архитектор Расстрелянт Я девушка с воспитанием И по помойкам не роюсь По крайней мере, без острой нужды Да Ну-ка, пойдём проверим, что там проходим Потому что с пацаном бесполезно сейчас Не ходи туда Ещё не время Он сам включился Что значит не время? Мудрому нет нужды торопиться Всё произойдёт в надлежащее время и в надлежащем месте Подожди ещё три секунды и всё начнётся Что начнётся? А вот это? Выйти из сумрака Врёшь, не возьмёшь Кусай его! А-а-а-а Ой-ой-ой, что это там было? Ой, страхи на кейте А вот теперь ступай Только осторожно Короче, что-то такое непонятное у нас Сумрачные какие-то, тёмные, светлые Бурдалаки какие-то Вон, на жерудка вот Да Вот это мы попали, друзья Ну, поговорим с умным мальчиком Посветлённым Послушай, мальчик Скажи мне, пожалуйста Я могу тебе сказать, но что толку? Все слова – ничто Вот это да И всё-таки я бы хотела спросить Где здесь? Ну, что это за место вообще? Или как? Давай Что это за место? Хочу узнать твоё мнение, порождённое светом истины О чём ты хочешь меня спросить? Считаешь ли ты, что этот люк скрывает проход в инфернальные миры? Конечно, нет Это канализационный люк Под ним нашёл своё последнее пристанище великий тёмный сантехник А почему тёмный? Это от недостатка образования или от природной склонности? Ни то, ни другое Просто тёмный сантехник Вот, возьми заклинание, открывающее этот люк Ты уверен, что оно мне нужно? А разве ты не собиралась спросить меня, как открыть этот люк? Ну, вообще-то собиралась Тогда давай считать, что ты уже попросила, а я согласился Бери Не хочу сомневаться в твоей прозорливости Вот там не промаз Так Послушай, мальчик Ты не одолжишь тёте лопаточку? А если тебе вдруг понадобится ямку сделать, я мигом выкопаю Если даже мне понадобится открыть профильный противотанковый окоп с 45-градусными стенками Ты это сделаешь, и придём без всякой лопаточки Потому я отвечу тебе просто Бери Матёрый человечище подрастает Таких детей нужно сбрасывать с аэроплана в тыл противника Таки да Так, ну пойдём Правую проход Правую арку Выйдем на кладбище мамонтов Ну, что там у меня Наверное, мамонты всё Хм, любопытно Они закапывают или раскапывают? Чёрные копатели Романтики поля чудес Такие тебе, что хочешь, раскопают А чего не хочешь, закопают Что если с ними пообщаться? Давай пообщаемся Обращаемся к пацану Здравствуйте Здрасте Я Деня Помалкивай и ищи Здравствуйте Чем могу? Вы знаете, где здесь можно купить пиво? А что это такое? Пиво? Да Это такой напиток Его варят из сода и ячменя Вот это мы попали Ну вы, дётенька, даёте Напиток из ячменя Вы ещё скажите Напиток из прыща Или напиток из свеча Помолчи, сынок И такое бывает Но вообще-то, девушка Что-то вы и вправду Несуразное несете В каком смысле несуразное? Ну судите сами Ячмень, он и есть ячмень Считай тот же прыщ Только под глазом А какой напиток Можно из солода сделать? Он же зверь В каком смысле зверь? В прямом Навроде белки, только маленький По земле бегает Там вари, не вари А навару не будет Всё ясно Я сошла с ума и брежу Всяко бывает Когда чердак течёт Копай погреб Да А вот в лес я не пойду Что я, красная шапочка, что ли? Посмотрим, что тут кругом Там стоит какой-то Техника сильная, но опасная Такой шутки плохи Слоны живут 300 лет А вот так посмотришь Будто и не жил вовсе Вообще-то мамонт А вдали погибали города Нравится мне эта фраза Меч придаёт определённый настрой Всему ландшафту Былинно и легически, я бы сказала Вот тот самый, кто с мечом к нам пришёл Отойди, девушка, это наше место Найди себе свою яму и там копайте Да-да Горсвет Горсвет Что же вы хотите после скачков цен на коммунальные услуги? Какого отношения ждёте? Ладно, пошли С этими мы поговорили Теперь надо идти опять к Лене Хороший отсюда вид Бетон, тепло Вот оно к этому эти Ну, если не до конца стекло То, по крайней мере, стекает Да Если не стекло, то стекает То бишь, капает Так Поговорим ещё раз с пацаном Сейчас у него надо спросить про копатели Что это там за люди такие копают? Послушай, мальчик Скажи мне, пожалуйста Как называется это место? Ну, сначала спросим, как место называется Тут у вас пеша, поехали Просто поехали Улыбается, полагая себя мудрым Ну, разве, узнав название вещи Ты осознаешь её реальность? Какую реальность? Ты о чём? Что тут вообще происходит? Ты хочешь получить ответы, не понимая вопроса Ну, я отвечу. Темные поглотили светлых. В каком смысле темные поглотили? В каком смысле поглотили? Съели? Ты рассуждаешь в рамках привычных тебе образов. Обратись к реальности внутри себя, и истина откроется тебе. Помните фильм «Ночной дозор»? Дневной дозор. Где здесь пиво? Где здесь продается пиво? Что есть пиво? Вот так вот. Пиво? Анка, куда ты попала? Небеский вопрос. Вообще-то его пьют. Скажем, если тебе встретится некто с отеком вместо лица, с мутным взглядом и незастегнутыми штанами, если при этом от него несет прокисшим, знай, что этот некто мог бы тебе поведать, что есть пиво. Но, скорее всего, он не сможет этого сделать. Вместо речи из его рта будет доноситься бульканье. Так вот, это булькает пиво. Ясно? Пиво – иллюзия твоего сознания. На самом деле, пива не существует. Моего? Причем тут я? Пиво и сознание – вещи вообще несовместимые. Все возможно для идущего путем тантры. Кроме одного. Тантры, а что такое? Чего именно? Пиво, разумеется. Эх, мальчик! Да если б так оно было, разве ж я бы тут слушала всякий бред? Воистину достоин жалости, находящейся в неведении. Цвет истины для него подобен густому туману. А сам он, несчастный, подобен ежику противотантровому. Ммм, противотантровому. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик. Пойдем, познакомимся. Так, что-то... Нет, пойдем, сначала спросим. Нам же нужно спросить про этого. Про копателей. Совсем запутались мы с этим пацаном. Послушай, мальчик, скажи мне, пожалуйста. Скажи, Вова, а что это за люди там в лесу? Это копатели. Они копают яму. Почему ночью-то копают? А почему они ее ночью копают? Ну, главным образом, потому, что сейчас ночь. Так ведь темно же. Скоро Веня станет носителем светоча. В каком смысле? Не в смысле, а во рту. Кто-то этот Веня на недоедание жаловался. Все ясно. Откопает себе светоч на закуску. Что нам нужно еще спросить? Что нам нужно спросить? Или пойдем сразу сходим? К маме его. Пойдем к маме его сходим. И поговорим. Меня зовут Анна. Я пулеметчица в дивизии товарища Чапаева. И что? Ну, я тут немного заблудилась. Понятно. Переночевать негде. Только со мной у тебя этот номер не пройдет. Иди к доктору, он человек холостой. Может и пустит. Как вы могли подумать? А что тут думать, молодая женщина? Ночью ходит по подъезду. Просится переночевать. Я вовсе не ищу ночлега. Ой, вот только не надо. Ходят тут всякие, а потом мужья пропадают. Знаем, проходили. Ну-ка поговорим еще. Если скажем, что мы из Горсвета. Я из Горсвета. Горсавет? А, наслышан. Горсвет. Наслышан. А что у вас тут сумрак-то такой? А что? Сумрак как сумрак. Полутемный. Светочный нас фиговый. Это какой такой Светоч? А вот сейчас мы узнаем, что Светоч. Фирма такая, Светоч. Лампочки делают. Я знаю. А что за лампочки? Обычные лампочки накаливания, а что? Не сосательные? Нет. Не думаю. И несъедобные? Не знаю. Не пробовала. Вот странно. А мне говорили, что тут один мальчик этот Светоч то ли съест, то ли просто в рот засунет. Зачем кто-то будет лампочки в рот совать, и тем более есть их? Вот уж не знаю. Это же было предсказание, а не руководство к действию. Интересно, что там чей-то муж пропал. Так, возьмем-ка мы вот эту лампочку сгоревшую. Светоч, говорите? Все равно она уже не нужна. Уж не этот ли Светоч? Есть только один способ узнать наверняка. Выкрутим сломанную лампочку. Она нам понадобится. Ну что, еще про пиво спросим? Я про пиво. Может, все-таки скажете, где его тут у вас продают? Тебе честно ответить? Или чтобы приятно? Честно. Думаю, что нигде. Я, конечно, не знаю, что такое это твое пиво. Но в это время суток вряд ли ты что купишь. Магазины все равно закрыты. Ну что ж, действительно честно. Да уж. Ладно, пошли. Пойдем-ка поговорим еще с Леней. И дадим ему лампочку. Так, лампочку взяли. И пытаемся ему дать. Лене, а тебе не темно? Темно, конечно. Ночь ведь. А чего бы тебе не посветить себе лампочкой? У меня руки заняты. Куда я ее засуну? В рот, что ли? Вот именно в рот и засуну. А почему бы и нет? Так у тебя и руки освободятся, и светло будет. Да, они говорят про лампочку. Скорее шахтер. Я не шахтер. Почему я шахтер? Они в темноте обитают. Для них лампочка – это пытка. Специальная, шахтерская. Хуже всего, когда в рот засовывают. Вот, значит, я не шахтер. Я не боюсь взять лампочку в рот. Вот тебе она, смотри. Носите светочек. Я понимаю шахтеров. Чего, Мальчиш? Нашел что-нибудь? Веня, быстро вытащи эту гадость изо рта и заработал. Чего? Он хочет вам сказать, что не может этого сделать. Лампочка застряла, и без медицинского вмешательства вынуть ее практически невозможно. Вот, йох. Откуда он вообще ее выкопал? И вот я тоже про себя думала, зачем он лампочку в рот сует? Может, так положено? Улканка подставила пацана Ленин. Как шахтер, безусловно. Ладно, иди к доктору, к соседу. Он тебе обеспечит вмешательство. И помни, работа не ждет. И поменьше болтай. Отец плохого не посоветует. Гляди, пока ты побежишь, мы у тебя металлоискатель поищем. Позаберем. Забавная штука. Теперь пошли за Веней. Подбивимся на третий этаж. К доктору. Заодно и познакомимся. Вот так. Так, вверх. Подписываемся, друзья. Жмем на колокольчик и оставляем комментарии. Если хотите, чтобы получать новые видео, то обязательно жмите на колокольчик. Вене, что так вышло. Зато ты правда не шахтер. Не то, что твой отец. Достать не может до звонка. Чего-чего? А, до звонка не дотягиваешься. Сейчас сделаем. Ну, он мне никого не напоминает? Чему обязан? Ха-ха-ха. Какой типичный случай. Дня не проходит. Такой здоровый зеленый, помните, был? С лампочкой во рту. Что за варварские игры у нынешних детей? Типичный. В войнушку. Старвар, к примеру. Ну что ж, господин джедай, милости прошу. Как говаривал из Клаб, сотни воителей стоит один врачеватель искусный. Да. Сейчас посмотрим, что это за врачеватель искусный. Какой, оказывается, милый, добрый доктор. Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица. Причем бесплатно. Да и у кого хватит совести брать деньги с детей? Ты что знаешь, у кого? Спасибо, дядя Жора. Лучшая благодарность – гонорар. В данном клиническом случае полтысячи. При повторной операции возможны скидки. Так и передай маме. Деньги жду немедленно. В противном случае верну лампочку в прежнее положение. Да уж. Изувер. Просто какой-то доктор Менгеле. Видел бы его из Кулаб, он бы ему припомнил клятву Гиппократа. А мое дело сторона. Я за пивом вышла. И то не для себя, а по приказу командования. Я себе не принадлежу. Да, приказ есть приказ. Тетенька, не могли бы позвонить еще разок доктору? Конечно. Конечно, позвоню, Надежда, всего просветленного человечества. Дядя Жора, мама сказала, что денег у нас нету. И велела отнести вам вот эти пирожки. Какие пирожки? При чем тут пирожки? Обыкновенные пирожки с мамонтятиной. Между прочим, очень вкусные. О, как уже мамонтятину у них тут есть. Я вам что, фельдшер волосной? Колхозный рынок здесь устроили. Как же быть? Мне от мамы влетит, если я дяде Жоре пирожки не передам. Спасибо, мальчик. Приказ есть приказ. Ну и личная инициатива в уставе значится. Давай сюда свои пирожки. Он еще спасибо скажет. Нам самим пригодятся пирожки. На здоровье, тетенька. Да уж, пожалуйста. Я обязательно должна всучить этому доктору пирожки. Это уже дело принципа. Всучим, всучим. Только надо поработать немного. Так, идем вниз. Еще ниже. Выходим на улицу. Проверим просветленность мальчика. Послушай, мальчик. Скажи мне, пожалуйста. Безупречный ты или нет? Слушай, ты такой безупречный. А ведь это худшая характеристика. Я имею в виду, тебя сверстники не бьют? В этом суть принципа колеса сансары. Сначала встречаются мужчина и женщина. Их инь и янь сливаются на уровне сакхасрары, прочие чакры. Я имею в виду, встречаешь ли ты понимание у товарищей. Я смотрю на безымянность в себе. Это отман, являющийся высшей реальностью мироздания. Тот, кто видит отман в себе, видит сквозь иллюзии майя. Парасития. Ой-ой-ой. Ты мне про сансару не гони. Я тебя на духовном уровне спрашиваю. Как ты с кармой проблему решаешь? Если обобщить и приблизить истину к незрелому уму, то эта карма решает проблему со мной. А со мной? У тебя свои проблемы, при этом весьма примитивные. Да, пиво найти, вот наша проблема. Докажи, насколько ты просветленнее. Только так, чтобы понятно было. Чтобы было понятно? Хорошо. Ну, например, вот в тех кустах лежит нож. Невероятно. Кажется, ты впервые обошелся без метафоры. Нож в кустах может оказаться очень кстати. Да-да. Так, ну что? Как сказал один писатель, кажется, с тяжелым детством. Если рассудок и жизнь дороги вам, не общайтесь с детьми, ибо в эту пору в них властвует дух противоречия и вредности. Вот-вот. Так, крыша может поехать. Так. Возьмем металлоискатель и поищем в кустах, там, где сказал мальчик. Вова что-то говорил насчет ножа в кустах. Ну что ж, проверим. Вот и нашли. Смотри-ка, и правда нож. И немаленький, надо сказать, самую малость не дотягивает до шашки Василия Ивановича. Ну все. Что ж, друзья, на этом первую часть мы заканчиваем. Сейчас мы просто сохранимся здесь. Крокодильчики веселенькие, прям как фимеры на Парижской Нотр-Даме. Да, заодно посмотрим, что тут еще есть. Так. Подписываемся, друзья, не забывайте. Это поможет нашим коллабам. Загружаемся, сохраняем игру. И, о да, о да, мы сейчас просто выходим из игры. Ну, однако, смотрите в следующем эпизоде. Зрители со слабыми нервами просим покинуть сыр. Просветленный канаш. Это ты к чему? В путешествии, которые мы зовем жизнью, нельзя пренебрегать осторожностью. Да. Подписываемся, друзья. Так, они все сидят. А ну-ка мы сейчас применим на них пулемета. Что? Аппетит разыгрался? Доступ к телу временно прекращен. В связи с протестами покойного. Ой. Ужас какой. Ух. Ого, какая у нас анка тут. Катата, вот это пинь. Катата, застрочил пулеметчик. Пока, друзья. До новых встреч. Продолжение следует.